Дорогие друзья, мы начинаем нашу сегодня декораторскую студию с очень приятной темы – новогодний декор. И, пожалуй, он, новогодние праздники, они дают дизайнерам волю расслабиться и поддержать свою внутреннюю креативность и творчество на каком-то определенном уровне. Почему? Потому что новогодние праздники, они настолько легки в своем неком своей интерпретации. Почему? Потому что мы сдаем уже все проекты. К новогодним праздникам мы подходим уже несколько облегченной совестью, с наполненными новыми идеями, с пониманием того, что мы начинаем отдыхать. И стиль, возможность проявить свою креативность – это, конечно, время наиболее благоприятное для нас с вами. И сейчас, поскольку мы работаем в текстильной части, наша аудитория – текстильщики, конечно, текстильный декор новогодний, он занимал мою основную, основные поиски, основные поиски для идей. Почему? Потому что, конечно, в новогоднем декоре для текстильного салона хотелось бы максимально продемонстрировать те возможности, которые мы можем показать через ткани. Немножко по-другому на них взглянуть, с некоторым юмором, с легкостью. И, пожалуй, два основных качества новогоднего декора для текстильщика – это, прежде всего, юмор и иной подход к декору, легкость креатива, будем так говорить. Я подобрала несколько картинок, которые вот этот юмор и легкость креатива максимально демонстрируют в тех изделиях, которые мы сможем с вами сделать. Конечно, их огромное количество. Передать, каким образом мы можем декорировать пространство, можно об этом говорить достаточно долго. Прежде всего, новогодние праздники для европейцев, для нас с вами, они олицетворяются или создают некое обязательное присутствие такого существа, как елка. И у нас с вами два подхода – либо использовать живые или искусственные, которые я не люблю, живые – жалко. И для нас, для текстильщиков, конечно, это пора для максимального творчества. Вот здесь, на первой картинке, которую сейчас подключит Андрей, переключит ее, созданы самые, пожалуй, ироничные создания, которые можно найти на просторах интернета, дабы продемонстрировать некую любовь к токаням и любовь к елкам. Что остается основным, прежде всего? Основным остается форма пирамидки, та или иная, с некими лапами тех ироничных тканей, которые мы можем показать. Конечно, скорее всего, профессиональный текстильщик вряд ли будет использовать новые коллекции для того, чтобы сделать новогодний декор. Это, как правило, конюхи, которые остаются от заказов, либо образцы для тканей. И, конечно, здесь у нас возникает двойная история. С одной стороны, поиграть в Новый год, поиграть в декор, а с другой стороны, несколько так обойтись теми средствами, которые у нас есть под рукой. Ну вот первая разработка, первая картинка, которая здесь есть, это очень смешные елки, подушечная елка. Мы все мечтаем отдохнуть к Новому году, поскольку у нас проектная история, сдача в проектах идет невероятными темпами. Как правило, сейчас спрашиваешь у всех, вы как? Даем. Это первое слово. Поэтому о подушке мечтает, как правило, любой дизайнер. Поэтому елки с подушкой – это, наверное, наиболее, пожалуй, актуальная история сейчас. И дальше разные темы пирамиды, где используется декор, используется кусочек ткани, используется та или иная интерпретация. Пойдем дальше. Тюлевые истории, очень разнообразные. Кусочки ткани, опять же, в клетчатой истории. Есть даже некая демонстрация того, как мы это можем сделать. Пирамида, которая оклеивается или насобирается на штырь. То есть очень легкие в исполнении различные варианты изготовления елок. В принципе, этот прием называется трансформация и стилизация формы. Два приема здесь используются. Трансформация в том, что мы можем менять форму елки по своему собственному дизайну, по своему усмотрению. Это может быть практически любое напоминание этого замечательного дерева. А стилизация в том, что под она должна иметь нечто похожее. Самая похожая форма – это пирамида. Пирамида с разными гранями. И практически любые пирамидки, выставленные в этот новогодний период, будут восприниматься нами как новогодние украшения. Пойдем дальше. Пинки – неотъемлемая часть для шоурумов. Это достаточно такой европейский подход к украшению двери. И здесь подобраны все из богатых просторов интернета разнообразные варианты мотков, тюлей, обмоток, завязок и так далее. То есть все это сделать очень просто. Достаточно основу в виде радиуса, который мы обклеиваем, обвязываем, обматываем с помощью тканей. Вот еще очень красивые эффектные истории, которые тоже, пожалуй, порадуют наших пикстильщиков. Коски, аппликации, пумпоны и достаточно сложный венок, где требуется такое ювелирное изготовление маленьких игрушек в виде Дедов Морозов, шариков, куколок и так далее, для того, чтобы украсить декоративный венок. Конечно, очень эффектные эффектные украшения на двери шоу-рума, на двери маленького магазинчика, который сразу создает определенную атмосферу, что здесь показывают и кто здесь обитает, обитатели текстильного царства. Еще некоторые варианты игрушек на елке. Если все-таки вы ставите живую красавицу или кто-то ставит какую-то достаточно качественную искусственную елку, то текстильное наполнение, оно, конечно, сразу же даст возможность нашему заказчику, попавшему в ваш шоу-рум накануне праздника, ощутить, что он находится в текстильном салоне. Это, кстати, очень важно. Такое гений место текстильного украшения, оно обязательно для любого декора. И в принципе, я считаю, что вот такое понимание, как здесь и сейчас, в том месте, где мы находимся, с теми возможностями, которые у нас есть, это максимальная креативная тенденция любого декоратора. Использовать под руками то, что у него есть на данный момент, максимально раскрывая пространство бытия в данном смысле. Смотри, давайте дальше. Конечно, самые креативные существа, те, которые существуют отдельно от места обитания. И чем чуднее, чем интереснее трансформация елки идет в новую форму, тем, конечно, она дизайнерски воспринимается. То есть пробу, вбирая себя как дизайнера, мы можем оценить через трансформацию этой формы. У меня сейчас идет курс предметного дизайна, входит в детали. И первое задание на стилизацию трансформации фон, формы я дала своим дизайнерам именно по елкам. Почему? Потому что помимо того, что нужно разработать свой собственный образ, нужно понять, в каких материалах его сделать, сделать где сейчас. А делание руками то или иное декорирование – это основное вообще-то качество любого действующего декоратора, как и умение рисовать. Поэтому новогодние праздники, я считаю, одним из важных моментов этапов, когда дизайнер просто обязан что-то потворить и что-то сделать особенное в качестве декора, а не просто собрать, пойти в магазин и купить готовые кружки. Это можно, но не нужно с точки зрения креативного роста. Поэтому вот эти существа из таких ртутных шариков или из просто обычной проволочной сетки или из лампочек, как нижней части композиции на углу, они, конечно, представляют такую максимальную трансформацию формы и квинтэссенцию креатива, в данном случае, в качестве новогоднего празднования. При том, что наша тема, как Леночка Залеева сегодня говорила, что серый – это новый бежевый, то это как раз в тему 50 оттенков серого в том числе. Идемте дальше. Конечно, интерпретации формы елки может быть совершенно невообразимого количества. Если мы говорим о том, что существует такое понятие, как гений и место, то есть дизайнер должен, обязан быть, сделать нечто креативное в том месте, где он находится в данный момент, из тех материалов, которые у него под рукой. Даже если он находится где-то в командировке, в отъезде с минимальным присутствием декоративного материала, бумага, все, что угодно, может по-любому создать праздничную атмосферу. То есть уровень дизайнера определяется в возможности его сотворить нечто из того, что есть рядом с ним. И вот здесь, конечно, пуговицы, тесьма и некий интерьер, где это может быть, как стилевого единства декорирования и декорируемого, конечно, он должен быть. Почему? Потому что помимо того, что мы декораторы обязаны уметь сотворить все, что угодно, из чего что угодно, мы должны все-таки вписать стилистически правильно те наши творческие идеи в тот интерьер, который мы декорируем. И вот эти некоторые подворки, которые я здесь показывала, дают возможность комбинации объектов в том пространстве, для которого они существуют. И дальше. Опять некий интерьер и очень минималистичные такие создания, где форма елки работает только как некое напоминание. При том, что практически ни одного зелового предмета, ни одного предмета, который напрямую напоминает празднество, здесь не существует, даже блеска нет, ничего нет, ни лампочек, ничего. Но, тем не менее, новогоднее настроение сохранено в таком чистом и минималистичном стиле. То есть единство стиля декорируемого объекта с тем, с чем мы его наполняем, естественно, конечно, должно быть. Вот эти, конечно, совершенно чудесные существа, которые требуют абсолютно какого-то удивительного арт-пространства из бумажных нечто таких вот изделий. Подвесные со структурой елки мы подвешиваем уже очень давно, и мы подвешиваем их уже практически лет 15, как только началась мода на различные креативные новогодние украшения. Собственно, елка для садовника, который, понятно, что он высаживает свои креативные пространства в саду, но, тем не менее, вот такое замечательное чудо существует. И елка для собирателей, коллекционеров различной бижутерии. То есть то, чего мы любим, и совершенно спокойно мы можем декорировать наше пространство. То, к чему у нас стремится душа нашими коллекциями, нашими любимыми вещами. И все-таки, если у нас существует представление о том существе, которое мы поселим на наши новогодние праздники, а именно елки, то поддержка ей хорошо бы все-таки создать. И вот этот вот мерцающий стол, а для нас, для наших граждан стол, застолье, Новый год является квинтэссенцией празднования, помимо того, что мы создаем декор. И самое главное, мы чудесным образом отмечаем всю новогоднюю ночь в застолье близких к нам людей. И, конечно, декор, как правило, должен плавно перетекать на зону нашего с вами застолья праздничного. То есть, стилистически быть похожим по ту декорированную красавицу, которую мы создаем в нашем с вами творчестве. Еще один пример некого такого стиля. Если у нас появляется тема, допустим, как крашеных или просто естественных веток, у нас существо уже, елка отсутствует как персонаж, но, тем не менее, новогоднее настроение у нас сохраняется, то подобное поддержание весной чаще с помощью маленьких зверюшек, скатерти, подсвечников, освещения фонарей у нас должно присутствовать. Практически такие вот стилистические моменты. В нижней части бумажная витрина, которая тоже работает на новогоднюю тематику, одна из, опять же, мною найденных в интернете, дает возможность понять, как можно разнообразить этот стол. Если у вас нет фигурок, мы можем создать сами, некие бумажные формы, они достаточно сложные, они требуют определенного навыка и уображения, и поддержать веточную красоту совершенно новой стилистики. То есть, Новый год – это не только елка, это атмосфера праздника. Атмосфера праздника может быть создана совершенно намеком на некий декор. Здесь, за столом, это только вот эти елочные шарики, которые остались от новогоднего декора, праздничные, удивительный декор стола, потому что новогодние праздники подразумевают разнообразие – я забыла это слово, которое называется декора стола, серверок. Спасибо большое. Помощь из зала я получила. Именно разнообразие серверовки может быть абсолютно удивительным образом в каком-то новом контексте. То есть, нужно придумать тему и ее отработать. Прежде всего. То есть, тема и образ в новогоднем праздновании, пожалуй, важнее, чем сами новогодние празднования для декоратора, во всех случаев для декора. Образ его. Идем дальше. Еще стилистический некий подбор. То есть, здесь у нас достаточно свободный, минималистичный интерьер. Ветки, шишки очень так лихо подкрашены, закручены, с повешенными конусами, которые, ты понимаешь, то ли это конус из оберточной бумаги, то ли это елки. То есть, игра воображения. Обязательно дополнительные источники освещения точного. Это могут быть и гирлянды, это могут быть и естественные свечи. Здесь мы в нашем с вами студии используем искусственное освещение без свечей, дабы не сработали наши сигнализации от пожара. Но в домашнем использовании, в камерном использовании, конечно, лучше живого огня, наверное, ничего не может быть. Потому что огонь – это некое ощущение уже очага, и теплоты, и душевности за таким сакральным действием, как трапеза. А здесь некий декоративный элемент, который могут фактически создать новогоднее настроение. Идем дальше. Еще единство стиля. Не пространство, где существует живая красавица с единым оформлением ее и пространства вокруг. Если у нас пошло золото, то золото должно распространяться по всему декорируемому пространству. И комод, который чуть-чуть другой колористической гаммы, там добавлены другие оттенки цвета, но тем не менее он может влиться в тот интерьер, который расположен в нижней части. Почему? Потому что стилистически они очень похожи. У нас существует некий набор элементов, которые повторяются и в верхней картинке, и в нижней. Общие гирлянды, общие венки и так далее. То есть некое использование реальных новогодних игрушек и там, и там позволяет понять, что эти два способа декорирования могут существовать в одном пространстве. То есть мы можем чуть-чуть давать себе возможность создания таких собственных уникальных изделий, как здесь елки с перьями, при реально существующем живой красавице. Давайте дальше. Еще стилевое единство, такое хроматизм. Если у нас он появляется в теме, и я считаю, что любое колористическое решение может быть в интерьере на Новый год, оно зависит только лишь, пожалуй, первое от интерьера, второе от настроения декоратора, какое он хочет. Если он вообще задумал декорировать пространство, если он задумал декорировать, любая цветовая гамма, любая идея, она будет оправдана. Самое главное выразить, выдержать единство стилевого решения. Если у нас пошел минимализм, ветка появилась над столом с такими сахроматическими краплениями, то и сервировка должна иметь, конечно, общую поддержку. Причем потому, что стилевое единство это важнейшее качество декора всего дома. Мы не можем создать какое-то хендмейд, существо в виде елки, а дальше насытить всю эту мишуру, и она будет выпадать из этого пространства. Поэтому решать лучше, конечно, комплексно. Комплексным подходом. Вот здесь подобрана елка в таком искусственном, конечно, в интерпретации, но в таком градиенте окрашивания от черного к белому, который вполне может поддержать эту прекрасную ветку на столу и не помешает не разрушить вот это стилевое единство. Хотя декоратор, который создавал пространство наверху, он решил вообще отойти от присутствия любой елки, он заменил ее на полон ту аскетичную веточку, где форма елки поддерживается только тремя звездочками в виде треугольника, развешанную сверху и по бокам. Прям дальше. Вот еще несколько таких абсолютно креативных, чудесных созданий. Лиловый, лилово-красно-фиолетовый, такой веник перевернутый, который тоже интерпретирует елку. Конструктивистки, очень интересная, минималистичная веточка с камнями в виде граней. И уже витринная история, где полу-абажуры, полу-елки, которые тоже создают вот эту совершенно удивительную атмосферу. Вообще, конечно, Новый год – это возможность удивить нас с вами чем-то новым. И чем эффектнее будет ваш декор в данном году, чем он будет в большей степени отличаться от прошлогоднего, тем лучше вы поработаете с этим материалом, с этой темой. Прям дальше. Вот еще одно решение. Очень легкая декоративная римская штора с разными игрушками. В нижней части композиции просто несколько ряд зеленых веток. Это могут быть какие совершенно угодные лиственницы, но лиственники у нас сейчас уже нет. То есть некие еловые создания или вечно зеленые создания с парой виталлических звездочек. И уже ощущение того, что это новогодний декор создается. Очень, конечно, лихая интерпретация просто на свитке, нарисованной кисточкой в виде елки. Я очень люблю настоящие растения. И достаточно долго их ставила, когда тем более у меня родилась дочь. Мне хотелось, чтобы она и мне родители ставили елку живую. Поэтому это была такая достаточно длительная традиция. К моему дню рождения, которое бывает на зимнее солнцестояние, всегда у нас стояла ель. А сейчас, чем дольше я живу на этом свете, тем жаль, чем мне становится использовать эти срезанные красавицы. Поэтому если елка у нас появляется, она появляется в маленьком горшке, мы ее сохраняем до весны и ее высаживаем на даче. У нас появляется такой маленький уже садик этих елочек. Большие елки 50 см не приживают, они не доживают. А вот маленькие совсем, вполне их можно дотянуть до дачи. И дальше это растение переносится в сад и живет уже своей собственной жизнью. Идем дальше, Андрей. Ну вот, опять же, такие легкие интерпретации, когда ни одно растение у нас не страдает, но елка при этом существует. С той или иной степени восприятия этого объекта. Идем дальше. Тоже нарисованная красавица, декор в основном идет стола. Или один из любимых приемов, когда мы декорируем только ветки. И ветки могут быть декорированы опять же чем угодно. Либо любимые коллекции, либо здесь как шарики новогодние, либо некими объектами, которые вы создаете сами под конкретный нынешний год. Вот здесь и сейчас. Идем дальше. Ну, вот на этих картинках представлен два года назад декор комода. Мы елку тогда уже не ставили, это практически было изобилие цвета, неких разных видов подсвечников, большое количество гирлянд. Почему? Потому что именно атмосфера в новом году, а именно мерцание различных огоньков, отражение их в различных, пусть елочных игрушках, которые не висят, но лежат. В мишуре, в стеклянных объектах оно, конечно, создает удивительное ощущение праздника. Следующая картинка. Это прошлогодний уже. Декор был другой, он был немножечко более сдержанный, ахроматический. И, конечно, уже к новому году, декорированному году активно принимала участие уже моя дочь. Это совместное творчество для декоратора. Очень важно привлекать детей для декорирования пространства. И здесь уже самая главная идея, это сохранение иллюминации осталось, но вырезан был ею, собственно, такой город из пинокартона. Склеен и поставлен. Больше у нас никакого декора, кроме маленькой елки у нее на столе, уже не было. Но атмосфера праздника совершенно была создана. И я считаю, что это был один из таких чудеснейших декоров в таком домашнем использовании. Пойдем дальше. Но, в принципе, декором как таковым я занимаюсь уже очень давно. Сначала своей декораторской деятельности и уже в 1998, здесь это 2002 год, судя по подписи на на моем эскизе декоративная интерпретация нового года в большей степени, конечно, была отработана витринной практикой. Тогда витрины – это самое благостное время для декоратов применить свои возможности в ограниченном бюджете максимум создания эффекта праздника. Чем меньше ты используешь покупной продукции, то есть готовых изделий, тем выше ценится тогда витрина. И здесь в данном случае это стекло, проволока, ну и подсветка витрины как таковой. Больше тут ничего не было, но ощущение того, что она была новогодняя, она делалась как раз под Новый год, эта витрина была 100%. Но при этом, конечно, ее размер была достаточно большая, эта витрина для ювелирного салона. Идем дальше. Декор, прежде всего шоурумов. Это очень важный момент, и он мог быть очень, опять же, минимальные средства. Почему здесь ветки, стекло, краска, персонажи, которые присутствуют? Новый год – это могут быть и те же самые нами любимые персонажи, как Мороз и Снегурочка, или Санта Клаус. Но для декора салонов лучше использовать каких-то совершенно других персонажей, которые могут развивать тему декорирования в пространстве временных сезонов. Почему? Потому что каждый сезон требует свое оформление. В любом случае, если мы работаем на салон, работаем на открытый шоурум, в этом случае нам всегда требуется его некое оформление. И оно лучше, если оно будет осуществлено не только изделиями из пекстиля, но будет дополнено разными креативными штуками, которые максимально будут выявлять, проявлять тот сезон. Вот здесь – это тоже архивные мои картинки. Долго достаточно я занималась декором витрин и интерьера внутри. Буквально, к сожалению, мало мы все это снимали тогда. Создавался персонаж, он декорировался, и оформлялись витрины. Опять же, ограничение в бюджете было очень жесткое. И вот здесь нужно было находить те идеи, которые максимально привлекали внимание и создавали атмосферу совершенно другого ощущения. Это тоже 2002-2001 год, начало 2000-х годов, где витринам в полной степени оказывалось влияние, внимание. Лужков тогда требовал оформления витрин, и тогда декораторы работали по полной программе. Здесь, в большей степени, конечно, ручного труда и чуть-чуть используем некий флорист. Идем дальше. Разнообразные папье-маше, разные персонажи. Дальше. Разные блестящие элементы в вазах, отдельно сидящих, зеркала, любые арт-объекты, которые вы можете придумать и декорировать этим свой шоу-рум. Прямо дальше. Все. Ну, а теперь пару слов о том, что происходит у нас здесь вокруг. Поскольку мы работаем на текстильном салоне, и мне было очень интересно поработать с некими объектами, которые можно сделать с тканью. Конечно, первое, что пришло на ум, это елка. Елка для человека, который не шьет. Я не шью, я проектирую, я делаю что-то руками, меня шьют. Вы знаете, кто я показывала, это Людмила. Но декоратор должен уметь, опять же повторяю, состворить что-то из тех материалов, которые есть. И в данном случае это ветки, кусок тюля и подсветка. Декоративные все изделия сделаны, опять же, были Маруськой, я очень привлекла ее на работу, 105 камней. И разные стекляшки в новом модном флористическом решении с использованием цвета фиолетов. Что еще было любопытно, это практически создание новых светильников, которые здесь присутствуют из тюля с рисунком. Мы его смотрели уже в других циклористических решениях, следом Залеевой в новом каталоге, а это в желтой интерпретации, то есть в контрасте дополнительных цветов фиолетового и желтого. И они были сделаны очень просто. Это папье-маше, которое создается на шаре, на воздушном шаре, обклеивается, сначала этот шар надувается до нужного размера, а в дальнейшем он смазывается вазелином, дабы не приклеился наш основной фон и этот шарик можно было вытащить. Наклеивается основа из ниток, поскольку это должно быть какой-то нечетый каркас, а дальше на ПВА обклеивается кусочек ткани. В данном случае это был вот этот замечательный тюль. Высыхает, шарик мы отсюда вытаскиваем и дальше вставляется здесь гирлянда или греющая свеча. У нас появляется уже такой объект из новогоднего декора, из узнаваемого тканевого текстильного решения, который может создать определенную атмосферу у нас в шоуруме. Помимо этого, в поддержку к нему опять же некий декор из элементов, которые могут напоминать елочные игрушки, но главные, конечно, здесь идеи это использование того позумента, маленьких форм, которые опять же нам прибавят использование текстильных коллекций в нашем с вами шоуруме. Можно использовать шитые игрушки, если вы хотите, а можно использовать некие расписные, в данном случае, как 10 пляшки. Ну и добавление этих элементов в качестве некого фона, как здесь скатерти или наполнение тех же кусков ткани, которые опять же могут поддержать эластическое решение елки и создать некую атмосферную композицию на столах, в витринах, на комодах вашего шоурума. Я вас еще раз призываю максимально использовать те ткани, которые есть, либо их шить, если у вас цех не занят объектами, либо из них делать очень легкие объекты, потому что вот этот объект, это практически, он держится только лишь в верхней части, это за угол поднятый тюль и расправлен на ребрах этой жесткости, у него ставлены подсветки и уже атмосферу елки здесь сохраняется. Шары, конечно, посложнее, их нужно полепить, но это практически несколько часов и вот такие креативные создания у вас уже существуют в вашем интерьере. Ну а нарядить ветки некими любимыми вещами, я думаю, что каждый из вас сможет. Единственное что, черт повторяю, единое колористическое решение, единое стилевое решение по всему шоуруму. Появится живая елка с настоящими игрушками, конечно, на фоне ее подобное создание будет смотреть уже немножечко странно. Так что выбирайте либо живое, либо что-то сделанное вашими ручками, но уверяю вас, для ваших заказчиков будет гораздо ценнее, если наполнение вашего шоурума будет из чего-то необычного. Они будут совершенно по-другому относиться к вашему шоуруму, к вашему месту и к вашему декорационному пространству. Они понимают то, что они имеют дело не с продавцами тканей, а именно с декораторами, которые способны решить любую задачу и решают ее без даже каких-то, просто так, для собственного удовольствия. Я хочу вам пожелать удовольствия в оформлении праздника, потому что практически, когда мы что-то делаем, мы создаем атмосферу и себе, и нашим близким. Мы создаем атмосферу и для наших заказчиков в том числе, несем креатив, отрабатываем креатив, проверяем себя на уровень креативности в этих изделиях, насколько мы еще в теме, насколько мы еще можем что-то сделать. Поэтому я желаю вам сил, времени и удовольствия от создания новых каких-то историй и креативных оформлений. Я желаю вам прекрасного завершения Нового года. Мы продолжим наши творческие мастерские в Новом году, будем думать и придумывать новые темы. И с большим интересом и удовольствием буду ждать ваших тем, которые вы можете присылать на почту текстиль.тв. И они, конечно, не будут переданы, потому что хочется говорить о те темы, которые могут быть интересны нашим дорогим зрителям. Поэтому с удовольствием, если у вас будут идеи, мы присылайте, мы их посмотрим и делаем по этому поводу какие-то мастерские. И я желаю вам креатива. Креатива не потому, что вам требуется это сделать на определенный объект, а просто так, потому что это ваш стиль жизни. Без этого вы не можете. А сейчас я хочу попросить тех, кто у нас в студии, притушить цвет и посмотреть на эти изделия, которые кажутся не очень яркими при понижении освещения. И тогда мы поймем, что в принципе все действительно такими минимальными декоративными средствами мы можем создать атмосферу. Атмосферности во новом году и креатива. спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok